агрегатор новая машина бесплатные услуги а ну вы помните автоспот точка ру собирает предложения на новые авто реально имеющиеся в наличии у дилеров цены вы видите сразу со всеми скидками и спецпредложениями а процесс покупки авто облегчается службой поддержки сервиса и что приятно вы за это вообще ничего не платите 330 официальных дилеров семи городах 26 тысяч машин включая все премиум бренды и горячие дрыгатели в среднем 12 процентов экономии на стоимости машины зацените сами а если еще не выбрали себе авто сходите на канал автоспот tv где ребята тесят тачки может там и найдете своего четырехколесого друга поглядите ролики красивые информативные ссылка в описании поверить не могу что он это раптор вчера ток читал это худшая тачка для экологии как мы вообще дружим разрушительное ранчо перевод и озвучка зеброй привет с разрушительного ранчо я так рад что вы ребят зашли звать меня мэтт я король разрушранчиков и сегодня у нас ролик порожденный зрителем звать его баллистик машинец баллистический токарь и он прислал мне эту посылочку и.. тут еще крышка сверху была но вот заранчо я вскрывал ее, вообще не знал чего это такое, не общался с этим челом это очень тяжелый карабас сделан из бруса 5 на 10, чтобы.. точно ничего не развалилось, такая вот посыляща и об этом чуть позже, а начнем вот тут в общем чувак мутит самодельные ружейные патроны, примерно как я делал, но эти настоящие, заводские.. у этого вон стальная гантелька внутри.. гильза прозрачная, все видать.. у него тут собственная упаковка, ну видать он для продажи ее делает.. прям тут и скорость и энергия и все такое.. короч не придерешься.. тут че такое.. написано латунный снаряд.. внутри тут кусок латуни.. короче видать это такой пулевой патрончик с вывертом.. лады, че там еще.. тут у нас 357й дефендер, пулевой патрон для самообороны.. о, тут типа поддончик.. вон 357й сидит в нем.. смотрится такой будто в чашечке.. очень прикольный такой пулевой.. насколько я могу понять, чувак этот делает куда более легальные самодельные патроны, чем я делал.. и еще прислал он мне это, я подумал, прикольно, на стеночку можешь подвешу.. и это чистая сталь, ну очень тяжелая.. он пишет, это диск диаметром почти 26 сантиметров, толщиной 5 сантиметров, сделанный из ударопрочной инструментальной стали С-7.. кричит, сталь С-7 пользует для производства зубилы чеканочных штампов, она выдерживает множественные ударные нагрузки, не трескаясь.. говорит, для чеканочных штампов ее обычно закаляют до твердости С-55 по Роквеллу, то есть примерно как бронепластины из стали Р-500, а это очень твердая сталь.. и этот диск закалке еще не подвергался, то есть он мягче.. пишет тут между 20 и 30 по Роквеллу.. так что короче он хочет, чтобы я популял этими патрончиками по диску.. отлично, но сперва давайте по маленькому, у меня 9мм с собой.. пальну по диску из пистолета.. и посмотрим че будет.. еще вы гляньте как его сложно.. вообще фиг знает достану ли.. он не только тяжелый.. за него фиг ухватишься.. и доски его кажись чуть сдавливают.. да, придется вывалить.. пошли отсюда.. вываливаю.. тяжелый.. он спецом ящик с ручками сделал, чтобы подымать его.. застрял там нафиг.. давай.. юкандует.. вот он.. разрушительное ранчо.. вы гляньте.. он вырезал на диске.. название моего канала.. даже расстреливать неохота, но.. так офигенно ж будет, а? стрелять 9мм я буду из моего новенького кара п9.. я искал чего нибудь компактное, поменьше 23го Глока.. но крупнее Смитн Вессоновского бодигарда в 380м.. бодигард это мелкий патрон в крохотном пестике, магаз однорядный.. 23й Глок, ну, называют его компактным пистолетом, но он все-таки габаритный, двухрядный магазин.. а этот где-то посередине.. у него вот оптоволокотный прицел с третьем.. то есть оптоволокно днем точечки горят.. а ночью они от третья мерцают.. первый раз между прочим стреляю, только купил пистолета.. у меня полный магаз, а надо-то только раз, постреляю вокруг сперва, а потом дам в цель.. лады, терь в бубен.. первый магаз из п9, зашибись.. когда берешь новый ствол, хочется миллион раз из него пальнуть, чтобы убедиться в надежности, поэтому пока что таскать его не буду.. но он первый в очереди на роль ежедневного песта, если покажешь себя хорошей пушкой, через время.. надо отметить, эта фигня не шелохнулась.. по ней пуля дала, она такая тяжеленная.. даже не заметила.. удара.. едва-едва царапинка.. ну давайте уже приступим к тому, чего хотел баллистический токарь.. вмажем по бубну пулевыми.. 357й экспансивный.. глядим по поду или нет.. определенно.. попал.. сразу видно, фиговине досталось намного больше энергии, чем от 9мм.. ее даже скинуло.. но все же нормальной коцки тут вообще не видать.. терь латунная.. ружейная.. пулька.. думаю она побольнее вмажет.. ну.. не так чтоб намного.. видать далаев прям мощнее.. прям очень мощно.. мишень снова скинуло.. но чего я заметил.. тут загорает кусочек латуни, солнечным зайчиком у меня светанул.. просто кусман горячей латуни.. да, очень горячий.. круууть.. вот мы попали.. оставили латунное напыление.. явно вмятинка самая крупная из всех.. но все еще и близко не подобрались.. к нарушению целостности этой штуки.. последняя это стальная гантелька.. стреляя сталью в сталь, убедитесь в наличии расстояния или продуманного угла.. у меня вот угол.. святый пончик.. продуманный угол.. вы наверное заметили, когда я пальнул гантелька, она дала по мишеньке и где-то там вон взметнулась пылища.. то есть видать большая часть стальных ошметков ушла туда.. вот попадание.. хорошая такая вмятинка.. вмазала конечно не слабо.. давайте уже повысим накал до нормальной винтовки в нормальном калибре.. 308м.. но сперва слово спонсору.. Ханни.. спонсор перевода, само собой не Ханни, ну да в наших магазинах он и не работает.. но ничего, Мэтт вдоль и заценив автоспот, вы поможете и ему, Мэтту, и мне зебре.. погнали дальше.. но это не самая ли классная пушечка из всех, что вы видели.. мы пальнем.. 308м патроном.. прямо.. по нашему.. стальному бубну.. попал чисто.. чуя эта пуля зашла поглубже ружейных патрончиков.. самое страшное ранение пока что.. прям по центру нашей надписи.. ммм давайтека еще чуть повысим.. че скажете.. вы можете сказать Мэтт, это у тебя бронебойно-зажигательный в магазе? или ты так рад нас видеть? и это тоже.. у нас бронебойно-зажигательный 308мой.. это шняга.. ну не думаю что пробьет.. но наверняка вгрызется глубже всех предыдущих патронов.. вот так.. и у нас чуть дымок попер.. офигенно.. это весь снаряд.. вон и саму пулю видно внутри.. то есть ее остановило.. но бубен неслабо подбило.. интересно насколько эти попадания отличаются.. оба выглядят одинаково жутко.. но и совершенно отличаются.. но все же.. даже близко тут нифига нет пробития бубна.. вот было бы у нас чего побольше.. у чего есть шансик на пробитие.. барретт.. 50ый бмг.. истреляем мы красно-серебристым носиком.. это бронебойно-зажигательный трассирующий патрон.. я.. все таки не думаю что он пробьет наш диск.. но.. есть только один способ.. узнать.. ну закоцали конкретно.. это уж точно.. вот и ответ.. бубен стоял под углом но.. очевидно с такой неглубокой бороздой.. даже если бы диск был под прямым углом фиг она пробила бы.. наш бубен слишком мощный.. слишком тяжелый.. слишком толстый.. ну все ж поглядите.. ништяк смотрится.. эта сталь подвержена ржавчине.. поэтому наверно залью его лаком.. и оставлю себе экспонатом.. потому что выглядит он просто шикарно.. надпись разрушительно оранчо, округом следы от пули, следы прижога от зажигательных.. большое спасибо баллистическому токарю что он прислал мне диск.. это было его идеей.. он ее реализовал.. и ну круто.. мне нравится.. нравятся такие тесты типа пули против чего-то.. ну реально, прям крышесносные.. скоро будут.. думаю вам понравится.. мне то уж точно.. если вы не смотрите офзеренч мой вложик.. ну там все подряд снимаю, когда семейные влоги, когда про внедорожники, когда.. строительные выпуски.. короче, все понемногу.. ну вот прям щас если вы мужик.. через и и любите пушки.. у нас там как раз мужицкая тема.. которая может вам понравится.. так что идите и зацените офзеренч, в описании будет ссылочка.. спасибо за просмотр.. люблю вас и до-а-а- встречиии!!! . я доктор типа типа